Обзор по паре фунт-доллар, часовой график. Вчерашняя торговая сессия для данной валютной пары была достаточно волатильной, и можно было заметить спокойную торговлю в азиатскую сессию, активное снижение в начале лондонской европейской сессии и по достижению локального минимума сессии. Также это было достигнуто на тот момент пересечения уровня поддержки на тот момент ближайшего 1.24.14. И это достижение совпало с пересечением линии поддержки самого восходящего тренда, что также регистрируется на часовом и четырехчасовом графиках. Вся совокупность данных технических факторов привела к отскоку данного уровня и активным покупкам, что стало продолжением общего тренда на данном рынке. Учитывая то, что сегодня основными движущими факторами станут данные из Соединенных Штатов, также следует отметить и статистику производственного сектора Великобритании, что будет опубликовано в 11 часов 30 минут. Данные производственного сектора также ожидаются на более высоком значении. Более высоком, чем 50%, то есть уровень сравнения для данного индикатора. Значение ожидается на уровне 55,9% пункта, что чуть меньше прошлых данных. При этом сам смысл данного индикатора более 50 пунктов укрепляет национальную валюту. В данном случае это фунт стерлинга. Схожая же статистика выйдет в 17 часов и для американской экономики, но учитывая американскую сессию, здесь стоит отметить, что основным упором будет, безусловно, данные от ФРС, а именно процентная ставка и доклад комитета по открытым рынкам США. По ожиданиям большинства аналитиков, не будет изменена процентная ставка с прежнего уровня 75% пункта. В свою очередь, сохранение процентной ставки в контексте недавних событий, именно связанных с политическими изменениями Соединенных Штатов, а также рост реального сектора экономики, который оказался слабее в четвертом квартале для Соединенных Штатов, показав рост лишь в 1,9%, в то время как в третий квартал был зарегистрирован рост в 3,5%. Все данные факты выступают за то, что будет сохранена на прежнем уровне процентная ставка, что и приведет к дальнейшему краткосрочному, как минимум, ослаблению американского доллара на большинстве валютных рынков. И для данной валютной пары это, многовероятно, приведет к отскоку. От данного уровня поддержки 1,2542 и к дальнейшему восхождению, как минимум, к уровню максимума прошлой недели, в районе отметки 1,2673, где рекомендую фиксировать прибыли по покупкам.